Тепловизионные прицелы Fortuna General. У пользователей накопилась масса вопросов по ним. Постараемся ответить на них в этом видео. Поехали! Прицелы на рынке очень давно, поэтому многим из вас они хорошо известны. Это простые и надежные приборы с минимальным набором необходимых функций и демократичной ценой. В этом и заключается основная концепция Fortuna General. Это простой в обращении и максимально надежный прицел. Этакий автомат Калашникова среди тепловизионных прицелов. Линейка Fortuna General на текущий момент представлена двумя моделями. С 384-й матрицей и с 640-й матрицей. Обе модели с объективом 50 мм f1.2. Но эти характеристики и так всем очень хорошо известны. Однако есть некоторые вопросы, которые не освещались ни в одном из обзоров. Сейчас мы попытаемся на все эти вопросы ответить. Дело в том, что производитель периодически обновляет приборы, как в плане железа и электроники, так и в плане ПО. Но название модели при этом остается неизменным. Поэтому зачастую бывает так, что пользователи, которые покупают одну и ту же модель с большой разницей во времени, сталкиваются с тем, что по факту их приборы имеют довольно значительные отличия. Давайте разберемся, о чем речь на конкретном примере. У меня в руках два прибора. Один из них более раннего выпуска и второй один из последних. Как мы видим, они отличаются как минимум по длине корпуса и по крышке объектива. И также то, чего мы не можем вам показать, у этих приборов разная электроника. При этом приборы не имеют возможности перепрошивки ПО пользователям. Его нельзя просто так подключить к USB и залить новую прошивку. Почему же так сделано? Во-первых, из-за соображений надежности. А во-вторых, зачастую для того, чтобы поменять прошивку, необходимо сменить также и электронику. То есть электронную начинку. А для этого прибор нужно разобрать, поменять электронику, собрать заново, герметизировать, провести множественные тесты и так далее и тому подобное. Это довольно дорогостоящая операция. А часто это и вовсе невозможно, потому что приходится менять практически абсолютно все компоненты внутри прибора. А теперь давайте поговорим про основной элемент любого тепловизора. Это матрица, микробалометр, сенсор, детектор. В общем, суть одна. Это чувствительный элемент, который на манер обычного цифрового фотоаппарата принимает на себя инфракрасные волны и формирует в результате картинку для нашего глаза. На эту тему постоянно ведутся баталии в интернете, в том числе и на популярном форуме guns.ru в нашей ветке Тутру по тепловизорам Фортуна. Если, кстати, вы там не были, то ссылочка будет в описании. Много споров ведется по поводу того, какие же матрицы установлены в приборах. Китайские, французские, многие даже утверждают, что российские. К сожалению, мы не можем напрямую осветить данный вопрос, чтобы не подставить наших поставщиков в условиях антироссийских санкций. Но одно мы можем сказать с уверенностью. Вне зависимости от происхождения матрицы, качество картинки оставалось и остается высоким. Еще один распространенный вопрос – это шаг выверки при пристрелке прицела. Дело в том, что основные два компонента, которые влияют на данный параметр – это разрешение тепловизионной матрицы и разрешение дисплея. Например, актуальная модель 50L6 имеет разрешение матрицы 640х480 и разрешение дисплея 800х600. И шаг выверки у нее составляет 2,8 см на 100 метров. В то время как 50L3 имеет разрешение матрицы 384х288, дисплей разрешением 800х600 и шаг выверки у нее составляет 1,7 см на 100 метров. Но все актуальные модели 50L3 уже будут выпускаться с дисплеем большего разрешения 1024х768 и шаг выверки у них уже будет составлять 1,3 см на 100 метров. Очень часто задают вопрос, а какой же кронштейн вы кладете в комплект к прицелам? Ответ простой – никакой. И вот почему. Дело в том, что вариантов установки прицела великое множество. Это будет зависеть от того, на какое оружие вы хотите его поставить, какие посадочные места на этом оружии, есть ли планка Вивера или Пикатинни. Какой кронштейн вы хотите – быстросъемный или небыстросъемный, подешевле, подороже. От всего этого зависит и конкретный выбор кронштейна и, может быть, каких-то дополнительных переходных планок, которые понадобятся конкретно под ваше оружие. А сейчас давайте поподробнее познакомимся с основными функциями и устройством управления данного прибора. В руке у меня 50L3, у модели 50L6 все абсолютно аналогично. Первое, что понадобится для использования прибора после его установки на оружие – это включить прибор. Включение в данном приборе реализовано интуитивно понятно и очень удобно. Это не кнопка, это тумблер, который физически поднимается вверх для включения. Ну, либо вниз для его выключения. Все очень просто и крайне понятно. Это решение действительно уникально. Мы не видели ни одного прибора на российском рынке, там, где используется подобный вариант включения-выключения. А, тем не менее, это гораздо удобнее, чем в перчатках, например, искать кнопку включения-выключения. Сверху расположены основные кнопки управления. Центральная кнопка – это вызов меню. И две дальние и ближние – это навигация по пунктам меню. Кнопки сделаны таким образом, что нажимаются со значительным усилием. Это сделано намеренно для того, чтобы исключить случайное нажатие. Они удобны в управлении как правой, так и левой рукой. На объективе расположено кольцо фокусировки по дальности. Это довольно популярное распространенное решение. По нему, кстати говоря, возникали вопросы. Дело в том, что ходит мнение, что барабан фокусировки, расположенный на некоторых моделях, сверху гораздо точнее, чем фокусировка вокруг объектива. На самом деле это не совсем так, потому что фокусировку, расположенную вокруг объектива, действительно сложнее сделать точной, чем барабан. Но, тем не менее, в данном прицеле это реализовано очень грамотно и по точности она не уступает моделям с барабанной фокусировкой. Рядом с тумблером включения-выключения присутствует вот такой вот разъем. К нему можно подключить внешний выносной источник питания, либо, если вы хотите производить запись на внешний аналоговый рекордер, вам понадобится провод видеовыхода. Здесь стандартно присутствует регулировка диоптрийной настройки, ну и сверху крышка батарейного отсека. Батарейный отсек вмещает два элемента CR123A, либо аналогичные по размеру аккумуляторы. Как я уже упоминал, объектив на данной модели 50 мм, имеет пластиковую откидную крышку, довольно удобную. Но на предыдущих моделях крышка была на резинке, вот такая. А сейчас пробежимся по меню прибора, чтобы рассказать про каждый пункт, который можно увидеть в меню. Вызвать основное меню можно длительным нажатием на центральную кнопку. И первый пункт это сохранение визуального профиля. Дело в том, что на основном экране мы можем коротким нажатием на кнопку меню вызывать настройки изображения. Это яркость, контраст, чувствительность и цифровое усиление детализации. После того, как мы все эти параметры подстроим под конкретные условия наблюдения, перед значком в левом нижнем экране у нас появится знак тильда. Это значит, что мы изменили настройки визуального профиля и нам нужно их сохранить. Для этого и нужен этот пункт меню. Мы заходим в меню, выбираем, выбираем визуальный профиль, куда хотим сохранить. В данном случае пусть будет первый. И длительным нажатием на центральную кнопку сохраняем, о чем свидетельствует надпись на экране. Также стоит отметить, что после 15 секунд бездействия меню автоматически выключается и возвращает нас на главный экран. Следующий пункт это яркость дисплея. Здесь мы можем настроить яркость самого дисплея. Это не та яркость, которая доступна в быстром меню. Это разные параметры, которые накладываются один на другой. То есть можно выкрутить максимально яркость и в быстром меню, и максимально яркость в основном меню в пункте яркость дисплея. И опять же для сохранения нажимаем и держим кнопку меню. Следующий пункт это настройки прицельного знака, в котором есть несколько подпунктов. В пристрелочных профилях мы можем выбрать один из четырех пристрелочных профилей. Нужно это для того, чтобы, например, использовать один и тот же прицел на разных винтовках. Либо, скажем, пристрелять каждый профиль на какую-то конкретную дистанцию. В пункте выбор прицельного знака мы можем выбрать один из пяти прицельных знаков. Доступны стандартный мелдот, точка, галочка, расширенный крест и полукрест. Опять же для сохранения выбора длительно нажимаем центральную кнопку. Дальше мы можем выбрать цвет прицельного знака. Доступно несколько цветов. Белый, зеленый, красный и черный цвет. Также мы можем установить уровень яркости прицельного знака. Последний пункт – это меню пристрелки. Через это меню осуществляется пристрелка прибора. Для того, чтобы вернуться в основное меню, нужно нажать и удерживать дальнюю от стрелка кнопку. На данный пункт меню не обращаем внимания. Он стандартный для всех приборов, в том числе и для насадок. Пункт меню «Коррекция» позволяет сделать автоматическую коррекцию битых пикселей. Выполнять ее следует при полностью закрытой крышке объектива. Желательно еще поставить прибор объективом на какую-то твердую поверхность, после чего уже выполнить коррекцию битых пикселей. Ролик с подробным описанием коррекции битых пикселей представлен на нашем канале «Фортуна». Ссылочку добавим в описании. В данном пункте меню мы можем выбрать язык. Доступен русский и английский. Пункт меню «Сброс» нужен для того, чтобы вернуть прибор к заводскому состоянию, то есть сбросить все настройки. И еще раз поясню для тех, кто в первый раз сталкивается с данным прибором, что обозначают пиктограммы на главном экране. Слева сверху мы видим символы P1 в данном случае. Это обозначает номер пристрелочного профиля, который у нас активен в данный момент. Слева внизу мы видим V1, который обозначает номер визуального профиля, который в данный момент активен. Справа внизу индикатор заряда батарей. По центру, соответственно, прицельная марка. Сверху отображается картинка в картинке. При нажатии в главном меню на дальнюю от стрелка кнопку будет чередоваться режим цифрового зума. И, соответственно, сверху будет отображаться текущее увеличение. То есть 2, либо 4 крата, либо 8 крат для 640-х матриц. Либо картинка в картинке. Меню и органы управления данного прибора действительно простые и интуитивно понятные. Прибор очень надежен, что подтверждается огромной популярностью данного прицела не только среди стрелков и охотников, но и среди военных и профессионалов-силовиков. Прибор поставляется вот в таком удобном защитном чехле. Сюда он помещается даже с кронштейном. Здесь присутствует отделение для батареек или для каких-то других полезных мелочей. Это очень удобно на охоте. Можно повесить на плечо и удобно его транспортировать. Мы сами часто пользуемся. Надеюсь, в данном видео я ответил на все актуальные вопросы. Если какие-то вопросы остались для вас неосвещенными, задавайте их в комментариях под данным видео. Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok